В подвале плодятся бездомные кошки. В подъезде и квартирах в лохе. Жители двух подъездов дома номер 100 по проспекту Ленина не знают покоя. Зайти внутрь просто страшно. В подвале испарено вот это, а когда еще и продукты жизнедеятельности кошек, то есть вот это в парилке все, то есть дышать было невозможно при входе. То есть это конечно, прямо вот заходишь и на тебя вот этот запах и воздух. Сейчас вот сменили окна, окна все открыты, то есть как-то какое-то движение воздуха есть. Зимой окна закрываются, невыносимо вообще. Бездомных кошек здесь явно опекают. В подвале, где они проводят большую часть времени, у них есть вода, еда и даже спальные места. Ночью животные выходят в подъезд и оставляют там следы жизнедеятельности. Подъезд моем, но это бесполезно, потому что вот буквально два дня назад соседка помыла подъезд, утром я иду и все это по уголкам, все это видно. То есть и сырость, и кучки. С улицы в подвал животные попадают через вот это отверстие. Здесь дамы оборудовали, которые кормят кошек, оборудовали вход для своих питомцев. Они вот здесь проходят благополучно. То есть если что-то разрушает и закрывается, они его ремонтируют и кошки опять получают свободный доступ. А пробовали закрыть? Пробовали, но к сожалению. Это постоянная борьба. Кроме того, в подвале живут не только кошки, но и блохи. Их здесь полно. Насекомым удается проникнуть в каждую квартиру, вплоть до пятого этажа. Проблема возникла после того, как в подвале поменяли коммуникации. В стенах между подъездами пробили отверстия, обеспечив свободный доступ и кошкам, и насекомым. На просьбы помочь с решением возникших проблем отовсюду лишь отписки. И обращались мы в управляющую компанию, в ЖЭК, в администрацию. К сожалению, проблема так и не решена. То есть формально проблему решили, но к этому отнеслись именно формально. То есть мы получили ответы, и некоторые работы были сделаны, но, к сожалению, доступ к бездомным животным так и не прикрыли. В ответах все, конечно, очень хорошо звучит, что вход в подвал закрыт. Ну вот можно пройти посмотреть, как это закрыто. Жильцы третьего подъезда решили, что соберут деньги и заблокируют доступ для животных, но опасаются, что такие действия могут расценить неоднозначно. Мы решили, да, своими силами уже, конечно, там, может быть, какую-то дверь не новую поставить. Но это тоже не выход загерматизировать, это можно расценить как обращение с животными. Ну, жестокое. Мне тоже жалко. Я люблю животных, но это не выход, мне и людей жалко. То есть, как вот нам, вот помогите нам. В управляющей организации РЭО номер 4 ситуацию не прокомментировали. Пообещали перезвонить, но так и не вышли на связь. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова